Здоровенькие были, здоровенькие были Если пацаны узнали, что это голос, напишите, пожалуйста, в комментариях Здоровенькие были, дорогие друзья, с вами, как всегда, Яван И сегодня я вам расскажу о самой прибыльной работе на сервис Смотра МТА Вернее, топ-10 самых прибыльных работ на Смотра МТА Так что желаю вам приятного просмотра, желаю вам приятного аппетита И мы начинаем Итак, сразу перед началом ролика я хотел бы вас оповестить, что Что все цифры относительные, у вас может получиться так, как у меня Больше или меньше В зависимости от того, как вы будете стараться Всего на сервере Смотра МТА присутствует 10 типов работ Это автобусники, таксист, медики, инкассаторы, эвакуаторщик, мусора Полицейские, дальнобойщики, самолеты, летчики, пожарники и яблоки Каждую работу мы будем оценивать по интересу По заработку, за один рейс, по время рейс, за час, полчаса, за сложность И в итоге мы поставим на какое ее место Будем идти от 10 места к первому Короче, все как всегда, так что мы начинаем На 10 место я поставил работу собирателя яблок Почему? Потому что это, во-первых, самая неприбыльная работа на Смотра Почему? Потому что ты просто бегаешь Вся суть какая, ты подбегаешь к дереву Нажимаешь кнопки, которые у тебя написаны на мониторе Если ты все правильно нажал, тебе дается корзинка с яблоками Ты бежишь, ее просто сдаешь в ангар Все, и тебе дают там от 10 до 15 яблок По интересу я оцениваю Это 2 звездочки из 5, можно сказать Потому что хоть здесь хотя бы что-то нажимаешь А не однотипная работа, как мы посмотрим в следующих работах Ну, а за 1, можно сказать, за 1 минуту Вы можете заработать где-то 2,5 тысячи рублей И за полчаса вам выходит 60-70 тысяч рублей А за час 120-180 тысяч Почему у меня такой большой охват? Потому что яблоки вам даются рандомные То есть, ну, вернее, не яблоки, а количество яблок рандомное Вам может выпасть как и большое количество, так и маленькое Девятое место, как я уже сказал Занимает полицейский Почему полицейский 9 место? Ну, можно сказать Интерес в этой работе 3 звездочки из 5 Потому что ты стоишь в разных работах Тебе не надо чекпоинты всякие наезжать Ты стоишь, нажимаешь клавишу F6, если не ошибаюсь Выбираешь преступника, который превышает скоростной режим И начинаешь за ним погонять Ну, в среднем за полчаса ты можешь заработать, ну, 50 тысяч И за час плюс-минус 100-150 Ну, короче, это зависит, как тебе повезет Полицейский автомобиль, это BMW M5 F90 Развивает скорость 420 км в час Восьмое место, это эвакуаторщики Интерес один из пяти Потому что вы просто ездите по карте Вам поставили точку в одном месте Вы приехали, забрали точку, отвезли в второе Суть Ты приезжаешь в Юшку, берешь КамАЗ И едешь, куда тебе пишут Всегда это получается У меня два раза вышло, это в СФ, я поехал И в ЛС Конечно, какую-то жопу закидает Ты приезжаешь на метку, там стоит тачка Ты подъезжаешь к ней, буквально через 5 секунд Эта тачка тпхается тебе на кузов И тебе ставится тачка И ты теперь едешь в Юшку И сдаешь эту тачку Плюс-минус один рейс Занимает 10 минут И оплачивается в 20-30 тысяч рублей За полчаса вы можете заработать 150-180 тысяч рублей Ну, за час 250-300 тысяч рублей Сложность, сложность нету никакой Просто одна монотонность Ты жмешь клавиши и ездишь А, и еще себя снимают за штрафы Так что важно не превышать Седьмое место занимают автобусники У нас есть два рейса Находится он в СФ Рейс 1 и рейс 2 Это город и пригород И только город За город, за одну остановку Дают 800 рублей А за город и пригород 1100 рублей Один рейс плюс-минус выходит 5 минут И зарабатываешь ты 26400 рублей За полчаса тебе выходит 160 тысяч рублей И за час 320 тысяч плюс-минус Как это будет работать? Работа несложная Просто монотонная Ездит тебе по меткам Штрафы снимаются Просто катаешься по СФ Интерес 1 с 5 Ну, смысла от него нет Вы можете понять Потому что я поставил ее аж на седьмое место Есть более прибыльные работы А шестое место у нас занимает Пожарка Пожарники Спасатели То, как называют Можно сказать Интерес в этой работе Ну, 3 с 5 Можно ставить свободно Какая суть? Ты берешь опять же КамАЗ И тебе спамятся точки на карте Нет, тебе не спамятся Тебе там надо через Ф6 Искать новые очаги Или не помню, что уже там осталось Тебе на карте выскакивает метка И всем пожарникам тоже выскакивает там метка И все едут на ту метку и начинают тушить Тушится, можно сказать Один очаг Это очень долго Короче, монотонно И если еще тебе кто-то Не знаю Подлезет под воду Специально я увидел Очень много игроки Один тушит очаг Второй подходит к нему И получается, что пожарник тушит не очаг А игрока Потому что он подставился И пожарник просто Кикает с работы Он получает 3 предупреждения Его кикает Вот, можно сказать Тоже монотонно Штрафы Не получаешь, кстати Не могу сказать Сколько за один рейс Потому что Зависит только от твоих Навыков владения автомобилем Как ты быстро доедешь до того места Успелишь ли ты или нет Как близко ты к нему находишься Но за час За полчаса Ты можешь заработать Плюс-минус 200 тысяч И за час 300 Ну нет, 200 тысяч за полчаса Где-то 150-200 И за час 250 Не, я даже не сказал 250 Я бы сказал лучше 300-380 Где-то так Ты можешь заработать за один час Но это считайте за один ранг Но если вы будете повышаться Зарплата с этим увеличивается Пятое место Таксист Таксист Популярная работа Что в жизни Что и на игре Какой прикол Это тебе не так Как в Сампе Кто еще Ну кто пришел там Недавно Самп Может не знает Тебе спанятся боты И ты просто катаешь ботов Интерес этой работы 3 из 5 Потому что Это есть Ну не 3 из 5 Давайте 2 из 5 Потому что Ты ездишь по карте И возишь людей Какой Давайте сложности Сразу назовем Что ожидание Одна минута Плюс-минус Одного пассажира Надо ждать Чтобы он появился На карте Как минимум Штрафы тебе приходят За тобой могут Погнаться Те же мусора У тебя Сносится HP Если ты Ударяешься Куда-то И Конечно же Бензин Это все затраты Вам надо Это все запомнить Но За один рейс Который длится Плюс-минус Минута Теряя 2 Ну скорее всего Не минута 2 минуты 2-3 минуты Ты можешь заработать 10-25 тысяч За полчаса Выходит 200-300 тысяч А за час Выходит 400-450 тысяч Не знаю Чисто покатался Там на стримчиках Или просто В удовольствии Свои Я купил Ты свою Новую тачку Это топчик И кстати Проводил Этот эксперимент Я на BMW Е46 Потому что Это Можно сказать Средний Класс Автомобилей Не буду я же Ездить на Чироне Кто на Чироне Таксует Пацаны Если кто Смотрит Этот видос У него Точно Мало Денег Он хочет Заработать Значит Надо Какую-то Более Приземленную Тачку Выбрал Я BMW E46 Очень Хорошая Тачка В своем Классе Очень Валющая Четвертое Место У нас Занимает Дальнобойщики Лес Давайте Сразу Интерес Один С пяти Потому что Это Тоже Можно Сказать Автобусники Только Дальнобойщики Монотонно Тебе Спавнятся Точки Ты Просто По Них Ездишь Все За Один Рейс Где-то Занимает Десять Минут Кто Ездит У меня Выходит Девять Тире Десять Минут За Которые Ты Можешь Заработать Семьдесят Пять Тысяч Рублей Ну За Полчаса Двести Двести Двадцать Пять Тысяч Рублей И За Час Триста Восемьдесят Тире Четыреста Тридцать Тысяч Рублей Третье место У нас Занимают Самолеты Во-первых Высокоуровневая Работа Можно сказать Потому что Права На Самолеты Вроде Можно Теперь С обновлением Получить С двадцатого Ли С тридцатого Левела Вот И работать Как-то Тоже Так Я если честно Не разобрался Потому что У меня есть Я уже работал На этой работе У меня всего лишь Пятнадцатый левел Но перед обновлением У меня были права На самолет И поэтому Я могу работать Другие игроки Не могут Короче Здесь странно Но все-таки Эта работа В топе Должен ее включить Интерес Давайте Три с пяти Потому что Это необычно Это самолет Ты катаешься По разным Городам Можно сказать Облетаешь Давайте сразу Сложности Очень сложно Летать Это не летать В обычной ГТА Сан-Андрес Здесь Как-то Физика Более Ухудшена Плюс Эти порывы Ветра Нихера Не видно Точки Которые Не собираются Это просто Так бомбит Я уже катался Что пипец Сразу Если вас Если вас Кикнет Или Или Залагали Или Или Вы Умерли И Самолет Пропал С вас Минус 50 тысяч Рублей Штрафа Это Очень Много И Заработать Плюс Минус Вы можете За Рейс Который Длится 10 минут 100 130 тысяч Рублей Ну За полчаса Выходит 400 тысяч Плюс Минус И за Час 700 Тире 800 Цифры Неточные Смотря Как Кто Летает Я могу За Один Рейс Все Идеально Пролететь За Второй Рейс Тупо Все Взять И Все Половину Точек Прострать Но Это Инкассаторы Тот же Монотонный Процесс Просто Берешь Ездишь По Точках Собираешь Деньги И Ставишь Себе В Инкассаторский Автомобиль И Катаешься По ЛС Потом Сф А потом ЛВ И С ЛВ Ездишь Назад Один Рейс Занимает Плюс Минус 20 Минут Что Очень Долго Прям И Заработать Ты можешь От 150 Тысяч До 165 Тысяч Рублей То Полчаса Можешь Заработать 200 200 200 Ну Сколько Ну 210 Тирай 250 Тысяч За Пол За Час Фу Блин За Штраф Сюда Приходят И Очень Длинный Рейс Но Рили Если Вы Начали Рейс И Вам Сказали Срочно Отходить Это Не Проблема Что На Смотре Можно Забрать Деньги Но Не Хотелось За За Это Время Могли Поработать На Другой Работе И Заработать Немного Больше Денег И Первое Место Занимает Как Вы Догадались Это Медики Интерес Можно Сразу 5 С 5 Поставить Почему 5 5 Потому Что Ты Ездишь На Разные Вызовы Тебе Разные Ситуации Там Тому Человеку Плохо Тому Что То Я Я Забыл Сказать Ну Короче Держите Ответы Один Раз Длится Три Минуты Заработать Вы Можете 25 Тире 50 Тысяч Рублей Полчаса Выходит 300 Триста Пятьдесят Тысяч Рублей Час 600 Тире 800 Тысяч Рублей Но Это Я Начинал С Первого Ранга Но При Повышении Ранга Зарплата Увеличивается И Вы Можете Дойти До Одного Миллиона Как Говорили Многие Подписчики Минусы Просто Ожидание Долгие Долгие Где-то Минуты Полторы Две Вам Просто Надо Стоять Пока Заспавится Маркер Но Я Понимаю Уже Просто Смысл Делать Работу На Которой Вы Можете За Час Заработать 2 Миллиона Итак Пацаны Хотел Вам Сказать Что Все Работы У нас На Смотре Уже По Уровнях Так Что Автобусники Сразу С 1 Уровня Таксист С 1 Уровня Медики С 5 Уровня Инкассаторы С 1 Эвакуаторщик С 1 Мусора С 8 Полицейские С 8 Дальнобойщики С 1 Самолеты Непонятные Или С 20 Или С 30 Левела Пожарка С 10 Яблоки С 1 Да Кстати На большинство Данных Работ Которые Говорил В этом Видосе У меня Есть Отдельные Видео О котором Мы Полно Все Разбирали Там Меду Работу Так что Вы можете Там Полистать По каналу Посмотреть Может Еще Какие-то Ролики Вам Понравятся Если Вы Новые Игроки Планируете Хорошо Начать Играть На Смотре Я Вам Советую С 1 Уровня Пойти Сразу Получить Права Инкассаторы Надо Грузовой Не Надо Вроде Не Надо Идете Сразу На Инкассаторы Зарабатываете Очень Очень Много Денег И Сразу Идете На Медики Но Надо Уровень Вам Купить Каждый Уровень Плюс 20 Тысяч 20 40 60 80 Ну Короче Пофигне Вам Там 1300 Надо Отсыпать За Уровень Идете На Медиков И Зарабатываете Очень Большие Деньги А Пожалуйста Поставьте лайкос Я Я Так Старался Над Ним Вот Собирал Столько Информации 50 Людей Смотрели Без Подписки Подбежитесь На Канал Короче Че Делать Вообще В этом Мире Меня Сейчас Расхватит А На этом Все Пацаны Желаю Вам Приятной Игры На Сервере Очень Очень Много Денег Всем Удачи Пацаны И Всем Пока